Как создать комфортные условия в кубанских городах, благоустроить станицы и поселки, обсуждали сегодня в Краснодаре. Дискуссионной площадкой стала выставка «Югбилд», которая сейчас проходит в краевой столице. Как создать в мегаполисе достойные условия для жизни и что нужно сделать, чтобы сохранить исторический центр, выяснял Николай Лесников. Кажется, здесь есть все, чтобы возвести не простой дом, а целый город. В этом году в выставке участвуют 265 компаний из пяти стран мира, среди них кубанские производители. Их около 40. В основе вашего успеха лежит экономика. Экономика вашего предприятия. Сколько сегодня востребована ваша продукция «Гипснауф» на строительном рынке, в первую очередь региона? Во-первых, мы сейчас работаем в четыре смены. Загружены заводы практически 100%. Мы планируем сейчас расширять мощности. В следующем году мы планируем запустить новые производства цементной смеси. То есть вы уверенно смотрите в завтрашний день? Конечно. У нас амбициозные планы. По тем компаниям, которые производят струйматериалы, можно оценивать состояние в целом строительного комплекса региона. Если сегодня он волонтерен, если вы сегодня уверенно смотрите в завтрашний день, вы производители строительных материалов, значит, конечно, в целом нет никаких угроз для строительного комплекса края. В регионе несколько лет успешно реализуется приоритетный проект формирования комфортной городской среды. В крае появляются новые зеленые зоны, скверы и парки. Вы сегодня достаточно зарекомендовали себя с точки зрения цены и качества. И качество высокое. Значит, не избавляйте качества и делайте цену доступной. Поэтому, если, конечно, кто-то будет дышать вам в затылок с такой же ценой и с таким же качеством, конечно, он тоже может запросто зайти и его плитка тоже будет в наших городах, станицах и поселках. В этом-то момент. То есть конкуренцию, коллеги, никто не отменял. Представлены и новые архитектурные проекты, в том числе и жилые районы. При этом многие комплексы на макете – это 20-этажные высотки. Губернатор отметил, такие здания хороши не везде. Комфортная среда, на самом деле, для человека – это невысокая среда. То есть это, ну, средняя по высотности строительства – это 4, 5, 6 этажей, наверное, предельно. Там люди ощущают пространство, территорию, небо. И вот сегодня, мне кажется, я понимаю, что чем выше, тем дешевле может быть тот или иной строительный комплекс. Но про комфорт давайте не забывать. Про комфорт не забывать. Мы на это ориентируем. Люди сегодня, почему с наших микрорайонов спальных бегут, они как по лабиринтам там ходят, по большому счету, добежали до квартиры, поэтому они спальнями-то и называются. Переночевал и опять убегает оттуда, убегает. А это неправильно. Люди должны жить, жить комфортно там, где их жилье. И мы должны сегодня разворачивать строительную индустрию в сторону качества жизни людей, качества. Заработать, да, я понимаю, это бизнес. И он должен быть выгодным, прибыльным, но в первую очередь он должен быть комфортным, комфортным для жизни. Поэтому 5- и 6-этажное жилье, я считаю, это новый стандарт, который сегодня должен появиться в строительной индустрии. После осмотра экспозиции губернатор встретился за круглым столом с ведущими архитекторами России и края. Ведь именно от них напрямую зависит облик каждого населенного пункта. Регион нуждается в новых идеях комплексного освоения территории. Лакомый кусок для инвесторов – кубанская столица. Но Краснодар не должен становиться комфортным только для бизнеса. От этого, в первую очередь, страдают жители краевой столицы. Во время встречи между архитекторами возникла дискуссия по поводу сохранения исторического центра Краснодара. Так называемые новоделы должны органично вписываться в общий облик. Нужно давно уже было прийти к одному знаменателю. Мы сегодня занимаемся акциями. То одного застройщика ловим, то второго, то третьего, то архитектора виноват. Потому что нет правого поля и нет одного знаменателя. Поэтому пока нету, каждый на что горад. Потом судимся опять, опять останавливаем, приостанавливаем, сносим. Но это как-то оно такой хаотичный характер имеет. А должна быть система. Мы должны сделать первый шаг в сторону системы. Общие системы, да, она может быть плохой, хорошей, но система должна появиться. Система застройки, правила и принципы исторического центра. Кубань сегодня динамично развивается. Только в прошлом году регион занял второе место в стране по объемам жилого строительства. Темы действительно волнующие, потому что от принятых сегодня решений в градостроительной политике зависит будущее Кубани. Николай Лесников, Вести Кубань. Продолжение следует...